Здравствуйте! Это программа «Днями». Я Ирина Акулович. Сегодня в выпуске. Мне нравится, когда комбайны работают на поле. Нравится, когда убирают. Жатва в Могилевской области близка к завершению. Цель – более миллиона тонн зерна. Непонятно. Нет, это вообще какая-то фельдкина грамотная, мне кажется. Непонятно, но по факту эти услуги часто не предоставляются. Коммунальные жировки. За что платим и почему столько? Не в деньгах, счастье в детях. Потому что они у нас есть. Две дочки, лапочка, сыночек. Семейный капитал получили более 4 тысяч семей региона. Это место, которое духовно нас всех укрепляет уже более тысячи лет. Обряд на голубой крынице с надеждой на здоровье и счастье. Наш, так сказать, шкловский национальный праздник. Шкловские огурчики. Самое вкусное. Репортаж с праздника огурца. На Могилючу не убирают хлеб. Жатва близится к завершению. В регионе есть комбайнеры и водители, которые намолотили и перевезли больше 4 тысяч тонн зерна. И сельские районы, которые собрали более 100 тысяч тонн. Средняя урожайность в области превысила 35 центнеров с гектара. И это больше, чем в прошлом году. Клеборобы регионов стремятся намолотить в итоге больше миллиона тонн зерна. О развитии сельского хозяйства шла речь во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Могилевскую область. Александр Лукашенко Александр Лукашенко прибыл на поле открытого акционерного общества Александрийское на квадроцикле. Поле, которое называют президентским, расположено возле малой родины Александра Лукашенко. Интересно, что оно на территории сразу двух областей – Могилевской и Витебской. Площадь поля – около 500 гектаров. По словам Александра Лукашенко, он работал на нем с малых лет и сохранил о тех временах яркие воспоминания. Жирание имоверное, овод, мухи – страшное впечатление. А потом уже я сам окучивал картошку, это второе впечатление. А младший двоюродный брат вводил лошадь. А он был поменьше меня ростом, и все время могла идти руки вверх, лошадь вести, она мотает головой. Ну, в общем, впечатления такие, знаете, не вполне хорошие по тем временам, но очень полезные для нынешнего времени. Глава государства когда-то решил сделать это поле экспериментальным для возделывания сельскохозяйственных культур. В этом году здесь посеяли озимую пшеницу и гибридную рожь сортов иностранной селекции, чтобы оценить их качество и урожайность. В итоге здесь получили до 100 центнеров с гектара. Глава государства заметил, что в прежние годы урожайность на этом же поле не превышала 13-17 центнеров. Это является подтверждением тезиса о том, что при использовании качественных семян, соблюдении культуры земледелия и всех технологических процессов, практически на любой почве можно получать высокие урожаи. Селекция у нас позволяет, мы научились свои семена создавать, пшеницы озимой, да, озимая пшеница. Да, научились. И она по урожайности, по качеству не хуже, чем импортная. Отдельной темой для разговора стало обеспечение аграриев качественной отечественной зерноуборочной техникой. За два десятилетия на предприятии Гомсельмаш создано и освоено производство семи базовых моделей зерноуборочных комбайнов и 38 модификаций разных классов. Глава государства познакомился с технологическими возможностями нового зерноуборочного комбайна GS-16, который занимает верхнюю ступеньку модельного ряда комбайнов Полессия. Жадкая твоя помощь. Наклонная. Наклонная. Что наша? Что? Импортная. Импортная. Барабан. Что наша? Наша все. Полностью все наша. Теплевская часть. Уже к следующей уборочной кампании эта модель будет обновлена с учетом практики этого года. Вперед, Юра, вперед. Мы следуем. Спасибо. Спасибо. На флагманском белорусском комбайне Александр Лукашенко лично проинспектировал ход жатвы. Его сын Николай, который был в кабине комбайна, намолотил свои первые пять тонн. Кроме того, Александр Лукашенко преподал сопровождавшим его журналистам мастер-класс по жатве серпом. Наклонила и поднимаешь вот так, чтобы не разбросать колоски. Сами журналисты одели майки с белорусским орнаментом, чтобы подчеркнуть национальный колорит и связь поколений, которые столетиями растили хлеб на белорусской земле. Да. Спасибо. Спасибо. Мы попали в кадр. Спасибо. Во время рабочей поездки Александр Лукашенко потребовал не избавлять ход жатвы и до 20 августа в основном убрать хлеб. Мы должны в стране убрать хлеб. В основном, из моей практики, это когда 85, чуть 87, это в основном хлеб убран. Но останавливаться ни в коем ты знаешь, и я знаю из своей практики. Ну а что там, 10 процентов, это там хвосты, это там какие-то поляны, еще что-то. И мы там начинаем терять хлеб. Поэтому штурмом пройтись до 100 процентов, пока не уберем весь хлеб. В этом году белорусские аграрии получили хороший урожай по зерновым и другим культурам. Коммунальники завершают подготовку к зимнему отопительному сезону, чтобы в домах белорусов было тепло и уютно. При этом именно жилищно-коммунальная сфера остается самой обсуждаемой и критикуемой. На первый взгляд, этому есть простое объяснение. Коммунальными услугами мы пользуемся каждый день. Но проблема в том, что слишком много нареканий у населения вызывает как качество услуг, так и их стоимость. И не то, чтобы было дорого, скорее, не очень понятно, за что конкретно берутся деньги и почему. Наш корреспондент Олеся Рыбалко внимательно почитала жировку. Насколько бы подробно в коммунальной жировке не расписывались виды работы и стоимость услуг, ясными для любого являются, пожалуй, только графы горячее, холодное водоснабжение и водоотведение. Потому что эти услуги оплачиваются по показаниям индивидуальных счетчиков, а значит, есть и возможность экономии. Но возьмем для примера техническое обслуживание. По этой графе с каждой многоэтажки ежемесячно собирается приличная сумма. В услугу входят десятки видов работ, поясняют специалисты. Но жильцы хотели бы увидеть, как их деньги работают. Что входит в это техобслуживание, которое вы оплачиваете каждый месяц? Что в это входит? Вы знаете? Нет. Не знаю. Ну, как вам кажется? Даже без понятия. Я думаю, что это должно быть регулярное обслуживание тех же подвалов по каким-то графикам. Но у нас обслуживают только тогда, когда, извините, завоняет в подъезде и начинают жильцы бить тревогу. Еще большая загадка для горожан, что скрывается за графой капремонт. Это что-то вроде коммунальных закромов Родины. Но тогда откуда столько жалоб на текущие крыши и трубы? Да и само качество капитального ремонта. Особенно много жалоб от тех, кто десятилетиями кладет свой рубль в общий котел, но дождаться ремонта не может. Глядя на это, жильцы новостроек удивляются, зачем сбрасываться на услугу, которая дому еще долгие годы не понадобится. Хрущевки, которые дома, балконы, конечно, в очень аварийном состоянии. Но до сих пор 50 лет, больше, чем 50 лет саду, и никто даже и близко ни эти балконы не делает. Когда я подходила к начальнику жала, сказали, а вы закройте балкон и не выходите на него. Позвонить надо, наверное, живу. Там скажут, что через 25 лет вас делают капитальный ремонт. Правильно? Мне кажется, так. Еще одна графа – плата за обращение с твердыми коммунальными отходами. Оказывается, сумма за эту услугу в жировках разных населенных пунктов разная, утверждают ее местные власти. И зависит она от объема мусора, который скапливается в баках. Вот только как чиновники определяют, кто больше его выбросит – жители областного центра или районного? Но не следует думать, что коммунальники, как это раньше говорили, лишь осваивают деньги, собранные у населения. За примером мы отправились в горки Могилевской области. Это вовсе не деревообрабатывающее производство, а одна из лесопилок местного коммунальника. Причем эта доска уйдет в Германию. Я считаю, что в настоящее время в системе ЖКХ необходимо искать различные виды работ для того, чтобы сохранять рабочие места и люди могли иметь достойную зарплату. Но прежде всего, говорят горецкие коммунальники, дополнительная прибыль позволяет улучшить качественно услуги населению. Скоро в подъездах домов райцентра лампы накаливания поменяют на светодиодные и антивандальные. А это значит, полегчает одна из граф жировки. Недовольство работой с твердыми коммунальными отходами прекратились, когда нашлись деньги на новую технологию – подземный мусорный контейнер. Запаха нет, очень удобно. То есть ничего не надо. Ты открываешь, закрываешь, все замечательно. То есть не занимает лишнего места. А вот благоустройством детских площадок – это одна из распространенных жалоб горожан – коммунальники предлагают жильцам заниматься совместно, помогая или рублем, или трудом на субботнике. Когда человек увлаживает свои хоть мал-мальские средства или даже принимает участие, он тогда бережнее относится. Один из результатов такой работы – сокращение жалоб на работу коммунальных организаций района. Но в этом помогают и встречи с населением. Прямо здесь, во дворах, с людьми надо уметь разговаривать. На микрорайоне происходит встреча. Там вопросы прямые и неудобные. То есть такая форма у нас действует? Да, такая форма у нас действует. ЖКХ хозяйство многоотраслевое. Коммунальникам на районе приходится заниматься всем и сразу. Они сами производят капремонт, обслуживают лифты, выполняют планы по экспорту, доп. услугам, ремонтируют дороги, содержат гостиницы, общежития и бани. Может, именно поэтому на то самое обслуживание домов порой и не хватает ни времени, ни средств. У нас просто так сложилось, что мы занимаемся всем. А вообще-то по-хорошему, если должно быть, должно быть строго узконаправленная специализация. Отсюда минусы и плюсы системы. Например, на вопрос горожан об отсутствии уборки во дворе, стандартным ответом будет дефицит дворников. Но есть примеры, когда подъезд не видел уборки годами, а оплата за услугу в жировке значилась каждый месяц. Оттого жильцы от такой мифической услуги официально отказались, но чище не стало. Стоит подъезд, обрастая паутиной, и никому дела нет до его санитарного состояния. Опять же вопрос, а почему? Никогда представителя жилого управления здесь не видела. Нужно найти такую точку соприкосновения. И жильцы могут убрать, когда им кажется, что грязное доуправление должно тоже выполнять свои функции. В вашем подъезде хорошо проводят уборку? Люди сами убираются, стараются, поддерживают пенсионеры. Мне кажется, если человек будет, соответственно, воспитан, то и подъезды будут чистые, и коммунальным будет легче работать людям. Дверь открыта. Графики уборки с датами, росписью мы увидели здесь, в новом спальном районе Могилева. Его обслуживает коммерческое коммунальное предприятие. Может быть, все дело именно в новых подходах в работе самого частника? Убирают раз в неделю, убирают. Я четко видела сама, сама подходила, расписывалась. Можно сказать, мы очень шикарно живем. Мы видим. Мы видим ее работу и видим то, что у нас чисто. Мы только за счет людей и существуем, и живем, и работаем. Но и стараемся для них как бы тоже выкладываться и давать отдачу. Чтобы было у нас без нареканий. Потому что сегодня без качества работы мы сами можем остаться без работы. Конечно, о минусах и плюсах в работе государственных ЖЭУ и частных обслуживающих организаций можно спорить долго. Состояние жилфонда первых и вторых, разные дотации и так далее, и так далее. Конечный результат в любом случае сводится к одному – качеству оказания услуг. В Беларуси в этом году запланирован выход на 75-процентный уровень возмещения населением затрат на жилищно-коммунальные услуги. К концу 2018 года на полное возмещение. Поэтому и тема ЖКХ особенно актуальна. Идеально видится ситуация, когда потребители услуг смогут сами проконтролировать их своевременность и качество. Две тройни и 24 пары двойняшек родились в Могилеве только за первую половину этого года. Бэби-бум не ожидается, но статистика радует. Кстати, многодетных семей за последние два года в области тоже стало больше. Почти на две тысячи. Во многом благодаря поддержке государства, в которой ключевое место занимает семейный капитал. Как это работает в нашем репортаже? Сразу не планировали? Все равно сказали, что третий. Папа всегда говорил, что третий сын будет все равно. Многодетной семья Мачекиных из агрогородка Вейна стала чуть более года назад. Говорят, всегда хотелось иметь большую семью. Теперь хозяйство ведут с пятером. И маленький Никита главный помощник. Вы именно братика хотели или сестричку? Братика. Почему? Ну, потому что сестричка у меня есть, братик нужен. Вырастим, дай бог, здоровья, хозяйство есть свое. Хоть никакое мама помогает, у нее тоже хозяйство, мы тоже стараемся. И огород где-то что-то, где-то как-то крутимся, вырастим. Что значит детки для вас? Самое главное. С 2015 года в Беларуси действует указ президента о дополнительной мере господдержки семей, воспитывающих детей. И Светлана, и Игорь – одна из таких семей, что воспользовались правом на получение семейного капитала. Поддержать многодетных родителей – главная цель масштабной государственной программы. Это своего рода подушка безопасности на будущее. 10 тысяч долларов перечисляются на депозит семьи при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка. С начала 2017 года в области открыто более тысячи счетов семейный капитал. В Могилевской области счета семейный капитал открываются в городе Могилеве, Бавруйске, Кричеве, Костюковичеве. Лидерами по открытию счетов семейный капитал на сегодняшний момент у нас являются город Могилев и город Бавруйск. Воспользоваться капиталом семья сможет после достижения ребенком 18 лет. Потратить деньги можно на обучение, социальные услуги, медицинскую помощь, а также улучшение жилищных условий. Зачастую именно благосостояние семьи становится решающим в вопросе, рожать или нет. Ведь всегда хочется, чтобы у ребенка были достойные условия жизни. И такая поддержка государства, говорят специалисты, уже отражается на демографии. Сегодня в семьях Могилевчан все больше и больше рождаются третьих и последующих детей. Вот, например, в этом году у нас зарегистрирован даже 12-й новорожденный в одной из семей Могилевчан. Ну а что касается третьих детей, то практически 300 семей на сегодняшний день зарегистрировали третьего новорожденного в своей семье. Правом на семейный капитал в размере 10 тысяч долларов при рождении третьего и последующих детей с момента действия указа воспользовалось в Могилевской области уже более 4 тысяч семей. Программа «Семейный капитал» рассчитана на 5 лет до 31 декабря 2019. А Ника и Лера хотят еще одного братика. Но мама говорит, с этим бы карапузом пока справиться. А там посмотрим. Не в деньгах, счастье в детях, то, что они у нас есть, две дочки, лапочка-сыночек. Вода неповторимого бирюзового оттенка и плюс 8 градусов в любую пору года. Этим славится голубая крыница на Славгородчине. Маковей 14 августа здесь собирает тысячи людей, которые верят в чудо. Перейдешь трижды к крыницу, будешь здоров и счастлив. Проверить, правда ли это, вряд ли возможно, как и представить будущее этого уникального памятника природы, который из места сакрального превращается в место общественное, и не только на Маковей. Вместе со всеми пройти по воде на голубой корнице решилась и наша съемочная группа. 14-го жнивня отзначается первый спас Мядовы и День памяти христианских покутников в Маковею. Славгородские люди называют свято просто Макауе, а проезжают на его паломники не только из Махилевшины, а и из усяго помежа. Это святое место, поэтому мы сюда приезжаем и освещаем, и купаемся, и ходим. За советским часом, как люди не ходили на крыницу молиться, тут выставляли милицию. Как минуть пост, верники ходили сюда у ночи. И хоть везка Клины, якая тут была, зникла после Чарнобыльской авары, старода у нее традиция, не глядячи ни на что живая. Освятить мед, морковочку, огурец, мочок. Все я хочу, Господу Богу клонимся. Ну и хочу, чтобы было благополучие в каждом доме, здоровье всем. Чтобы войны не было самое главное. Чтобы дружба, чтобы не злились друг на друга, прощали. Православная церковь лечит блакитную крыницу святую тому, что тут родимичи, якие поклонялись воде и солнцу, приимали хрещение тысячу годов тому. Очень часто люди как-то потребительски привыкли относиться, и вот только как-то о себе думать, о каких-то своих выгодах. А здесь место, где мы учимся быть внимательны друг к другу, благодарить за то, что имеем, ну а чего не имеем, того достигать своим трудом, своим упорством, своим таким добрым отношением к себе и к миру. Народ лечит воду с блакитной крыницей живой и гаючей. Люди едут сюда и за отсюда. Ну не знаю, такое чувство, что вот по воде походили, и сразу лет на пять помолодели. Серьезно. Массовое шести людей прозваду отметны смокауя на блакитной крынице. Усим холодно, а ли усе идуть. Как ощущения? Класс. Для чего это делаете? Здоровый город помогает, читаем, интересуемся, все, приехали. Ну, крутое ощущение было. Ну и что ты теперь чувствуешь? Тебе холодно? Ну мне нормально, вот когда побудешь немножко в воде, тогда тебе теплее становится. Сиротых, кто крошит прозвучай, люди розных взрослых. Але немало мати, які тримают на руках малых, навет немало лету. Перейдешь, сколько, три раза туда-обратно, и счастья, здоровья на целый год. Каждый год сюда приезжаем, очень довольны, очень нравится. Да, вот, и малышу тоже. Это очень холодно. Як минимум, говорят люди, тут можно снять на пружине, после городской маяты. Тебе не холодно? Очень холодно, боремся за теплоту. Для чего вы вообще это все делаете? Я беру интервью у вас. Здоровье. Вы думаете, оно придет? Надо верить, во что-то надо верить в жизни. Что можно пожелать? Здоровья, благополучия и мирного неба. Всем. Давайте выходить, очень холодно. Да нет, еще походим. Спасибо. На кольке стасуется церковная служба и обратно с гандлевыми родами и веселыми аттракционами, каждый на этот конт мяркой свое изнаходит для себя теколостки. Однако, все ж таки мядовый кермаш – неодъемная частка Макаоя. Я пчеловод, занимаюсь уже 15 лет пчелками. Своя пасека в Шкловском районе. Пчелки все на колесиках у меня катаются. Что пожелаешь людям в этот праздник? Здоровья, провести этот день со своими родными, кушать мед. Усе ведают, как добраться до Блакитной Крыницы сбоку Слаухарада, треба переехать сош по Пантонным мосте. Это сезонная речь, и в зимку треба ехать на инший бок великим объездом. Однако, теперь те разраку будуют новый мост, и худка до Крыницы можно будет добраться круглый год. И колька с наведывальника у помника природы повеличится. Все лето за автомобилей, в яке паркуются на поле для Блакитной Крыницы, стали брать невеликую плату, к обновести парадок на Новокольной Территорию. Тут открывается центр Крыничной воды. Есть планы зарабить тут заказник. Нехай бы у всех эти дзини да помогли захавать для нас шаткал в таки цуд природы – Блакитную Крыницу. В августе наша новость номер один жатва, но мировые сводки пестрят тревожными сообщениями об угрозах. Лидеры держав ссорятся, а люди хотят мира. Хорошо знал ему цену советский артист Юрий Никулин. В 18 лет его призвали в армию, и в Великую Отечественную войну он сражался под Ленинградом. Победу старший сержант Никулин встретил в Курляндии. Затем стал цирковым артистом и актером. Любовь к Никулину в Советском Союзе была всенародной. А он в ответ нес в мир позитив и улыбку. Он считал, что много хорошего можно сделать, если у тебя хорошее настроение. И каждый должен осчастливить хотя бы одного, и тогда все будут счастливы. А про мир Юрий Никулин говорил так. И у нас, ребята, будут наши победы. Главное, чтобы они были не с оружием в руках. Несмотря на холодную весну и начало лета, страхи про неурожайный год, похоже, не оправдались. Например, картофель посадили позже, но он успел, говорят аграрии, набрать сил теплыми днями. Урожайным выдался год для моркови, лука и свеклы. А вот огурцов собрали в области меньше. Эта овощная культура любит теплые ночи, которых в июле просто не было. Но в Шклове, самом огуречном городе области, не унывали и провели традиционный праздник огурца с особенным размахом. Ну вы сами любите огурцы? Ну да, без огурцов у нас никак не обходится. Замечательный, оригинальный, самый зеленый праздник огурца собирает в Шклове почитатели любимого овоща уже 11-й год. В этот день можно попробовать огурцы на любой вкус. Свежие, соленые, малосольные, запеченные в пирогах, сваренные в супе, экзотическое огурцовое варенье и даже золотые огурцы. Слава огурцу! Слава, слава Шкловскому! Парничок для себя. Сутки полторы. Ну, больше, наверное, раньше было больше. По три, по четыре, по пять. Ну, сейчас уже как бы, наверное, в силу своего возраста. Местные огуречники и их продукция славятся не только в Могилевской области. На рынке то и дело слышно. Огурчики шкловские. Для многих жителей района огурец стал кормильцем. Они утверждают, что климат и почва у них подходящие. И вообще шкловчане считают, что именно здесь зарыт огуречный пуп. Угощайтесь. Сыр, тертый, чеснок и огурец. Ну, почти как сушу, только вкуснее. Сейчас как раз сезон закаток и заготовок на зиму. У каждой хозяйки свои рецепты и секреты. Одни солят с красной смородиной, другие добавляют листья хрена, которые придают хрусткость. Те, кто не владеет искусством домашнего консервирования, могут не волноваться. За них эту работу сделают заготовители. Только шкловская райпо намариновала, засолила, заквасила и подготовила к продаже 70 тонн огурцов. А дома вы какие выращиваете? А дома в основном родничок. Это как бы такой сорт, который излюбленный всеми. Он идет и на закатку, и на салаты. Но эксперименты никогда не мешают. Поэтому по одному и по два растения надо садить других огурцов, чтобы выросла вот такая красота. Огурцы связанные, вышитые, всевозможные ручные подделки, посвященные огурцу викторины, конкурсы, песни и пляски. Этот праздник в шклове отмечается в народных традициях. Из года в год он поражает выдумкой и изобретательностью. Огурцы с клубникой, солеными с медом посетителей уже не удивишь. Мы любим огурцы, мы любим их растить. Они у нас самые большие. Наш огурец занял первое место в районе. Вот такой наш огурец, 67 сантиметров. Такой гостеприимный народ тут. Столько всего вкусного. Так все оригинально и красиво сделано. Попробовала вот безе огуречное, попробовала тарталетку, малосольные огурцы и яблочно-огуречный пирог. Очень удачный. В шклов на праздник огурца всегда съезжаются гости из соседних районов и даже областей. В каждом районе Могилевщины есть свой бренд и праздник. В Дребене торжки, в Мстиславле рыцарь, в Славгороде сыр. А вот в шклове восхваляют огурец. Такие события придают райцентрам свою особенность, что очень важно и для развития туризма, и для поддержки местных традиций. И напоследок о фото. 178 лет назад, 19 августа 1839 года, правительство Франции выкупило у художника, химика и изобретателя Луи Жака Дагера патент и широко объявило об открытии фотографии. Это был подарок всему миру. И потому именно 19 августа отмечается Всемирный день этого изобретения. Фотография прошла путь от дорогого удовольствия до общедоступной технологии, ведь теперь фотографируют все. И сейчас же выкладывают в интернет. Но есть и произведения искусства, недосягаемо прекрасные и ценные. Самая дорогая фотография в мире, посмотрите, фантом австралица Питера Линка. Изображение пыли в луче света в Аризонском каньоне продано за 6,5 миллионов долларов. А для нас самые дорогие снимки наших любимых и друзей. Берегите их и себя. Программа «Днями». До встречи в эфире.